За моей спиной находится ковровая дорожка цвета «Ультрамарин», а это значит, что мы на премии «Дай пять!» Организатор премии телеканал «СТС». Ежегодно здесь собираются много звезд, ведущих и артистов, и даже тех, кто голосует летит до 16 лет. С кем бы ты хотела сфоткаться? С Даниилом Козловским и с Павлом Прилучным. С Егор Кридом. А я с Бузовой и Темниковой. С Мотом. С Сергеем Лазаревым. С Ольгой Бузовой? Конечно же с Бузовой, да. С Полиной Гагариной. С Данилом Козловским. С Полиной Гагариной. С Молли. С Мотом. С Ивлеевой. Со всеми. С Полиной Гагариной особенно. А кто, по вашему мнению, сегодня является самым хайповым персонажем? Оля Бузова. Егор Крид. Верби. Мне кажется, Катя Душкина. Клава Кока. Билан. Беляйлиш. Нагив. Ольга Бузова. Егор Крид. Лобода. Дима Билан. Кристина Син. Ольга Бузова. Блэк Стар. Какую статуэтку ты хотела бы получить? Наверное, любимая актриса. Какая номинация вашей мечты и за что бы вы хотели, чтобы вас наградили? Меня пригласили сюда, потому что я участвую, номинирую на номинацию «Любимый ведущий». Номинация мечты, скорее всего, это что-то из грэмми, я думаю, что альбом года или артист года или что-то такое. Наверное, за какую-то драматическую роль в хорошем полном метре. Я бы хотела получить номинацию за какой-то такой арт-хаусный вклад в историю кинематографа. Если бы у вас была своя премия, какие бы топ-3 номинации были бы? Ну, не знаю, я бы точно бы сделал бы «Мистер Помощь», «Мисс Поддержка» и третья номинация была бы, наверное, связана с благотворительностью, направленными на животных. Как вы относитесь к людям, которые понтуются домами и машинами? Типа я недавно новую хату купил, но к понтам отношусь очень плохо. Да не, будь собой, не надо быть снобом, все, живи, радуйся. Если у тебя есть благо, просто наслаждайся, не надо орать на каждом углу о них. Расскажи, с кем бы ты хотела сфотографироваться из артиста? Ну, я бы хотела сфотографироваться, наверное, с Катей Адушкиной и с Егором Кридом. Типа Катя Адушкина сейчас на хайпе, у нее же и песни новые, и хиты, и много хитов, и танцевальные клипы суперские. Вы верите в гороскопы? Я телец по гороскопу, и какие-то моменты, действительно, они сопутствуют моей жизни, да, если там смотреть день ото дня. И если у тебя есть вера, ты будешь добиваться больше. Как вы относитесь к понтам в интернете, когда показывают машины, дома и прочее? Если это не наигранное, если это все твое, то хорошо. А в целом, пустые понты, чрезмерный мат на сегодняшний день, это считается круто, но я это не считаю закрутым, и считаю, что все это нужно вырезать. Ну, если это заслуженные понты, если ты сам заработал кровным трудом, то почему бы и нет? Ну, главное, чтобы не сильно много. А какая номинация вашей мечты, и за что бы вы хотели, чтобы вас наградили? Артист года, рэпер года, исполнитель года, муж года и скромность года. Какая номинация твоей мечты? Моя номинация, у меня много номинаций, лучшая артистка, лучшее видео, лучший клип, и, наверное, не в нашей стране. Как лучшая видеоработа, прорыв года, поэтому что-то из этого вполне бы меня устроило. Как ты относишься к богатым школьникам, которые понтуются домами, машинами? Ну, скоро их жизнь, ну, не знаю, так сказать, перевернет игру. Ну, и все станет на свои места, и они поймут, что не это было самое главное в их жизни. А как вы относитесь к понтам в интернете, когда показывают машины? В основном это арендная история. Понимаешь, мы ржали с Ржевым в последний раз на Муз-ТВ, все приехали на Майбах, на том, на другом. В конечном результате ты понимаешь, что это все рентовые истории, арендовали и там прочее. А на самом деле у них где-то, где там каршеринг какой-то там сзади стоит. Вот и все. Мне кажется, любая номинация – это круто, это значит, что тебя заметили, честно. Мне кажется, неважно, как она звучит, главное, что она у тебя есть. И многие не любят эту фразу, что главное не победить. Даже если тебя номинировали, но ты не выиграл, это все равно показатель определенной любви зрителей, которые тебя смотрят. Клава, поздравляем тебя с победой. Спасибо большое. Какие вообще эмоции? Космос! Я вообще не ожидала, и выйдя на сцену, у меня очень сильно тряслись руки и пересохло во рту. Я даже не знаю, хорошо ли я спела, потому что, ну, как-то, ну, в момент выступления я думала совсем про другое. Я думала о том, что я стала лучшей певицей, по мнению детей. И для меня это, честно, самая важная номинация.